ну продолжаем продолжаем конечно сейчас попробуем разрезать что это из себя представляет посмотрим надо шнурочки сначала снять сейчас снимем шнурочки это не подделка шнурочки настоящие сейчас мы снимем и начнем их резать будем смотреть что там внутри просто мне самому интересно если честно я подделки не резал никогда это первый раз так шнурочки мы положим сюда сейчас посмотрим что это за фигня ножик мне предоставил вот такой вот крутой нож мой знакомый сергей амелин ему огромный привет я думаю что у меня тоже смотрят спасибо за реквизит тебе огромное отличный мастер так сказать от бога спасибо ему ну чё ну что давайте пас попробуем чудес как мы будем резать давайте сначала носочную часть попробуем пильнуть ну с богом погнали человек как-то туговато 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 ничего себе нормально режет вот это нож отлично давай давай кроши почти почти носочек у нас отрезан так вот носочек мы отрезали что у нас тут и нет имеется давайте его еще вдоль вдоль порежем посмотрим что это вообще такое просто самому интересно что там за материал так но вблизи вот так поставлю не знаю видно не видно блинами не видно что здесь идет ну здесь также идет подкладка абсолютно та же самая подкладка видите она даже отдирается одним махом одним махом отдирается просто блин хочется еще здесь или ну чуть-чуть кусочек оторвем да вы знаете это все таки это все таки пеноматериал ребята это пеноматериал но он плохого качества низкого качества пеноматериал значит у нас идет очень низкого качества такой совсем никакой короче беспонтовый 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 материал пеноматериал сейчас посмотрим посмотрим что там дальше у нас тебя посмотрим что это все начало мне хочется посмотреть соответственно баллоны как они будут давайте наверно попробуем более толстую вещицу у нас отрезать так я не знаю как это будет давайте вот здесь рубаню такое ощущение что он не режется это все ерунда сейчас все порежется ничего себе не режется все режется причем конкретно режется но здесь уже у нас резина пошла с пеноматериалами так понял блин сайте но что такой конкретный можно блин свинину порезать неплохо этим ножичком давайте может вот так чуть-чуть попродольней я думал будет тяжелей он прям это вот честно скажу что резать вместе с язычком если резать допустим оригиналы да то вот эта часть вот эта часть вот она в принципе резиновая должна быть здесь она идет знаете на тоже резиновая конечно это не пластмасса но знаете когда наступаешь на камни такое ощущение что пластмасса вот здесь вот такая вот дырень внутри подошвы так что у нас дальше дальше хочется добраться все таки давайте посмотрим пшик нет баллон или нет чисто так приколимся пшик нет он или нет посмотрим тихо не ребят не он не пшик ну вообще понимаете то есть блин на фейки да они даже воздух туда не закачали то есть это имитация имитация технологии r-max пустая имитация технологии r-max вот поэтому соответственно крашеная резина понятно ну пеноматериал но вот чем дальше смотрю чем дальше смотрю тем все мне кажется что все таки это просто резина скорее всего просто резина даже да кстати даже даже не пшик ну давайте второй попробуем нифига себе что это не литой ли он совсем у нас ты его даже не они не литой не он никакой короче вот давайте сейчас попробуем баллон распилить попробуем баллон распилить пополам посмотрим что там такое что очень интересно на самом деле посередине что у нас там такое имеется имеется ли что нибудь вообще так непонятно пока но сейчас будет понятно главное пальцы синие отрезать потом не пришьешь да чё ты как-то прям хрустит все очень интересно визуально руб 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 Убой. Так, что-то мне сложновато его отрезать. Пилите, Шура, пилите. Она золотая. Я беру деревянную подошву, поэтому пилится очень не очень. Пилится очень так себе. Вот мы как раз ее и пильнули. Вот так вот выглядят задние баллоны. Если видно кому-то, не знаю. Вот так вот выглядят задние баллоны. Ну, соответственно, это та же имитация. Абсолютно та же имитация. Резина здесь по толщине, если сравнивать с оригиналами, очень похожая. Но на оригинале она потолще будет. Резина потолще да помягче. Просто если сравнивать, допустим, оригинал с этим фейком. То есть, получается, когда оригинал носишь, да, и у оригинала, ну, в основном, в основном, в своем случае, лопаются задние баллоны. Вот. И они лопаются как? Сначала растрескивается внешний баллон, и под ним идет еще одна вакуумная подушка, которая и держит весь воздух, держит весь воздух, как говорится, дает еще им пожить немножко, поносить. Вот. Поносить их. Но здесь ничего подобного нет. Вот. И никакой двойной подкладки, соответственно, для долгой носки здесь нет. Вот. Вот. Ну, если проткнуть этот баллон, ну, я думаю, разницы не будет, проткнешь ты этот баллон или не проткнешь. Потому что это не технологичная модель, это имитация, имитация оригинала. Вот. Ничего интересного, на самом деле, внутри нет. Вот. Давайте попробуем, посмотрим. Вот я хотел, язычок, да, говорил, язычок говорил. Ну, я, в принципе, есть кусок уже отрезал. Сейчас я как раз хочу показать вот эти вот, вот эти вот резинки, на которых они держатся, которые вот мне абсолютно не понравились. Это ужасная просто имитация, ужасная имитация данных стяжек. Вот данные резинки, вот данные резинки на язычке. То есть, ну, вы видите, да, что они практически не тянутся и материал вообще, галимый материал, беспонтовый. Вот. Язычок, ну, соответственно, что у нас с язычком? Он у нас, друзья, однослойный, однослойный язык. На оригинале он трехслойный. То есть, соответственно, он, видите, он рвется как тузик-грелку. Вот. Ни о чем. Вот. Некрепкий абсолютно, но похожий. Значит, на оригинале три слоя, здесь один. Вот. Значит, по поводу прошивки по бокам, когда идут у нас, да, ткани. Ну, она в основном приклеена. Видите, она отходит, она приклеена. Вот. Хочется еще, конечно, резануть вот эту часть. Давайте попробуем, посмотрим, как это будет. Дай бог мне удастся ее пильнуть. Ну, вроде пилится. Тяжеловато, конечно, идет. Резина очень такая деревянная. Я уже говорил об этом. Вот. Ну, что делать? Эту хрень отрежем. Деревянная, конечно, модель. Вот. Я уже немножко вспотел даже. Обалдеть. Давайте боком попробуем. Ну, боком она режется, конечно, хорошо. Да, боком она идет лучше. Просто, может быть, так и надо было ее резать. Вот. Ну, вы знаете, по поводу, по поводу передней части, вот, вот данные баллоны, да, вот они выглядят так, а так они, соответственно, в разрезе. Вот. Та же самая имитация. Абсолютно. То есть, никакого воздуха там практически нету. Вот. Тупая имитация. Это фейк. Одним словом, фейк, ребята. Вот. Покупайте лучше качественную обувь. И будет вам хорошо и удобно. Будет вам хорошо и удобно. Вот. Вот. Мы хотели еще проверить вот этот материал. Посмотреть, кожа это или что. Сейчас мы кусок отрежем. Посмотрим. Все. Ну, вот. Мы отрезали этот кусок. Сейчас попробуем его поджечь. Посмотреть, что это за материал. Вот. Посмотрим. Давайте еще разочек посмотрим, что это за материал у нас. Вы знаете, это у нас не искусственный материал. Это у нас настоящая кожа. Натуральная кожа. Вот. Да. Вы знаете, даже фейки, даже подделки иногда делают из натуральной кожи. Но кожа не супер качество. Такая средненькая. Ну, для копии, как бы, для подделки нормально пойдет. Вот. И, вы знаете, если бы они еще под этот кожаный верх, который, в принципе, ему ничего не будет, его хоть, я не знаю, кожа есть кожа, ничего и не будет. Вот. Но если бы они под этот верх хотя бы приблизили технологию баллонов, воздушных подушек, Air Max, это было бы намного круче. Это было бы намного круче. Вот. Вот. Потому что вообще тогда можно было бы, ну, не понять, оригинал это или нет. А так, да. Так, да. Фейк. Абсолютный фейк. Вот. Но с кожаной, как говорится, отделкой верха. Вот. Вот. Такие вот у нас получились кроссовки. Вот. Ну, как-то так вот. Да. Вот. Носите качественную все-таки обувь. Вот. Не ведитесь на подделки. Вот. Ну, конечно, у кого-то есть деньги, у кого-то нет. Вот. Ну, в данной модели, вот допустим, да, модель-то сама все хорошая, если брать оригинал. Вот. Вот. Ну, я бы, конечно, честно говорю, больше бы никогда не купил бы в жизни. Потому что я понял, что они реально деревянные. Вот. Вот. Ходить в них неудобно. Вот. Вот. Конечно, отличить их, как бы, человеку, который носил раньше оригинал, очень легко. По всяким признакам, которые я ранее вам указал. Вот. Но лучше, конечно, все-таки качественную обувь таскать. Вот. Носите лучше качественную. Так что, вот, мы посмотрели, порезали. Если честно, ничего особенного, как бы, в них и нет. Я и не ожидал ничего интересного увидеть. Так, в принципе, вот. Вот. Чисто из-за материалов. Да. Материалы здесь, конечно, очень плохие. Кроме, конечно, кожаного верха. А так материалы очень, как бы, уступают оригиналу. Вот. И, соответственно, они мне больше не интересны. Вот. Вот. За какие бы деньги мне их не предлагали. Ну, а так, в принципе, на пару сезонов купить, погонять. Так, если, знаете, убивать, то можно, конечно, купить. Ничего в этом страшного нет. Вот. Спасибо всем. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.